Аркам ТВ представляет Коранические дуа в Рамадане. Почему иногда Аллах не отвечает на наши мольбы? «…Альхамду лиллаху, ассалату ассаламу аля Расулиллаху, аля алихи, ассахбихи, аману аля хамма ба'ад». По милости Аллаха, мы прошли все запланированные дуа. И это будет наш заключительный урок в месяце Рамадан. Вчера мы прошли последнее дуа. И сегодня мы затронем одну важную тему, когда речь идет о дуа. А именно о мудрости откладывания ответа на наши дуа. Иногда люди приходят и говорят «…Я не понимаю, почему Аллах не отвечает на мои мольбы?». Люди часто задают мне такой вопрос «…Почему не приходит ответ на мои мольбы?». «Ты научил нас правильно делать дуа, ты научил нас мольбам из Корана, и мы следовали всему, что ты говорил. Но тогда почему на мои мольбы не приходит ответа?». Очевидно, что это очень большая тема. Но я попытаюсь резюмировать ее за 10-15 минут. В первую очередь, мои дорогие братья и сестры, никогда не думайте, что Аллах не отвечает на ваши мольбы. Сама постановка вопроса неправильна, и мы никогда не должны так думать. Аллах, Свят Он и Велик, ответит на каждую мольбу без исключений. Если она исходит из набожного, благочестивого сердца, если она исходит от искреннего человека, то Аллах ответит на абсолютно каждую мольбу. Всевышний Аллах говорит об этом в Коране. «Ваш Господь сказал, «Взывайте ко мне, и я отвечу вам». Ваша задача – обращаться с дуа к Аллаху, а ответ на дуа уже за Аллахом, Свят Он и Велик. Однако, мы должны осознать, что ответ на мольбу не означает, что вы непременно получите то, чего желаете. Ответ Всевышнего не обязательно будет соответствовать вашей просьбе. Да, на каждую мольбу будет отвечено, а за каждую вашу мольбу Аллах, Велик Он и Возвышен, дарует вам что-нибудь из нее. Но вы можете не понять, что это может быть. Наш Пророк, ﷺ, сказал, «Инна Аллаха хайийюн карим». Аллах стесняющийся и щедрый. Поясню, что значит «здесь стесняющийся». Представим, что кто-то подойдет и отчаянно попросит вас о чем-то. Даже если в этот момент вы паркуете свою машину или стоите на светофоре, или какой-нибудь бедняк придет и постучит в нашу дверь, прося что-нибудь поесть, наверняка вы почувствуете неловкость и стеснение и подумаете про себя. «О Аллах, Он обращается ко мне. Я должен дать Ему что-нибудь». Вот о каком чувстве идет речь. Аллах же обладает бесконечно лучшим и совершенным чувством и так, как подобает Его величию. Когда кто-то взывает к Аллаху, он не игнорирует этот зов. Итак, наш Пророк, ﷺ, сказал, Аллах стеснительный, щедрый. Аллах стесняется того, чтобы его раб поднял руки и попросил у него, после чего опустил свои руки ни с чем. То есть, Аллах стесняется не ответить на его призыв. Таким образом, невозможно, чтобы раб поднял свои руки в мольбе к Аллаху, и затем эти руки опустились ни с чем. На вашу мольбу непременно будет отвечено. Но мы уже сказали, что иногда ответ на вашу мольбу отличается от того, что вы просили. Иногда ответом на мольбу может быть отведение бедствия. Иногда ответ на мольбу — это благословение в следующей жизни. Тем не менее, ваша мольба обязательно будет услышана, и на нее будет отвечена. Никогда не говорите, почему Аллах не дает мне то, что я прошу у Него, почему Он не отвечает на мои дуа. С другой стороны, человек может спросить по-другому, почему я не получаю конкретного ответа на свою просьбу. На мольбу вам в любом случае будет отвечено, но, возможно, именно то, о чем вы просите, не произойдет. Например, вы хотите получить работу, или, например, кто-то болен, и вы делаете дуа, чтобы он исцелился, но этого не происходит. Мы не говорим, почему Аллах не отвечает на мои мольбы, поскольку Аллах отвечает на все дуа. Вместо этого мы спрашиваем себя, почему мне не дается ответ конкретно на мою просьбу. Это уже по-другому звучит. Ответ будет следующим. Мы должны осознать, что у нас нет никакой власти над Аллахом, а Аллах обладает полной властью над нами. Аллах — наш властелин, Аллах — наш Господь. Поэтому мы не можем ничего у Него требовать или ожидать, что Он нас послушается. Напротив, это Аллах, и только Аллах творит то, что пожелает. Кто является властелином всего? Кто является Господом Великого Трона? Ведь это о себе Аллах говорит. «…Его не спросят за то, что Он совершает», а они будут спрошены за свои деяния. Мы должны знать свое место. Кто мы такие, чтобы требовать что-то от Аллаха? Всевышний Аллах дарует, кому пожелает, а кому не пожелает, не дарует. Аллах говорит в Коране, «…Если Аллах коснется тебя бедой, то никто не сможет избавить от нее, кроме Него. Если же Он пожелает одарить тебя добром, то никто не отвратит Его милости. Он одаряет из Своих рабов, кого пожелает». Итак, Аллах — Царь Царей, Владыка Всего Сущего. И мы должны знать свое место и понимать, что Аллах делает то, что пожелает. Он дает, кому пожелает, и лишает, кого пожелает. Далее, как только мы осознали, что у нас нет никаких прав над Аллахом, что Аллах наш Господь, мы переходим к следующему пункту. «…ВАЛЛАХУ ЯАЛАМУ, ВААНТУМ ЛА ТААЛАМУН» Аллах знает, а вы не знаете. То, о чем вы просите, может стать губительным для вас. «…ВААСА АНТУ ХИББУ ШАЙАН, ВАХУ ШАРРУЛЛАКУМ» Быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете. Вы можете хотеть чего-то, однако в нем содержится зло. Вы можете желать того, что может причинить вам вред. Мы не знаем о последствиях наших собственных желаний, о последствиях наших собственных дел. Мы можем хотеть чего-то сейчас, однако в будущем нас может ждать более великая польза, более великая награда, которую наш близорукий разум не способен увидеть. Разве вы не помните историю из суры «Аль-Гаф» про Мусу и Хидра? Муса стал свидетелем трех событий. В одном из них говорилось о покосившейся стене, принадлежавшей сиротам. И под ней были спрятаны сокровища. Те сироты были бедными. Они нуждались в деньгах именно в тот момент. Но Хидр заново отстроил стену и, по сути, отсрочил обнаружение тех сокровищ на следующие 15-20 лет. Возможно, мать тех сирот взывала к Аллаху, «О Аллах, даруй нам деньги. Мы нуждаемся в деньгах сейчас». Но Всевышний Аллах знал, что если их сокровища будут обнаружены в тот момент, жители того селения их отберут. И что, действительно, те сироты по-настоящему будут нуждаться в тех деньгах, когда они вырастут и станут мужчинами, а не когда они еще дети. Им понадобились бы деньги, когда они начнут строить свою собственную жизнь. Вот когда им больше всего понадобились бы деньги. Поэтому, даже несмотря на то, что их матери пришлось прожить в тяготах еще 15 лет, когда они все-таки получили те деньги, именно в тот момент они им больше всего пригодились. Если бы вы спросили ту женщину, мать тех сирот, она бы сказала, «Нет, мне сейчас нужны деньги». Но она не знает, Аллах знает. Поэтому мы должны целиком полагаться на Аллаха в наших дуа. Аллах лучше знает, что произойдет в будущем. Возможно, отсрочка вашей просьбы является благом для вас. Нет, не так. Несомненно, отсрочка вашей просьбы для вашего же блага. Поскольку Аллах, Свят Он и Велик, всегда дает своему рабу то, что является лучшим для него. Выбор Аллаха лучше для нас. Предопределение Аллаха лучше, чем то, что я желаю. Поэтому мы должны доверять выбору Аллаха для нас. «О Аллах, ты знаешь лучше!» Возможно, я думаю, что эта работа подойдет мне. Я буду делать дуа, чтобы получить ее. Давай вперед. Возможно, мне кажется, что эта должность подходит мне. Но только Аллах точно знает, подходит она мне или нет. Да, я могу просить о ней. Это дозволено. Я могу говорить. «О Аллах, я молю тебя, помоги мне получить эту должность. О Аллах, помоги мне получить повышение. О Аллах, я молю тебя. Давай вперед, проси это». Но допустим, что ты не получишь этой должности. В твоем сердце должна быть убежденность. Аллах знает лучше, а я не знаю. И выбор Аллаха лучше для меня, чем мой собственный выбор. Это и есть сущность веры. Итак, мы не знаем, каков наилучший выбор для нас. И мы оставляем это на Аллаха, Свят Он и Велик. Следующая, четвертая мудрость в откладывании ответа на мольбу или даже отклонении ответа. Почему порой Аллах не дает нам именно то, что мы хотим? Что происходит, когда ответ на мольбу откладывается? Когда вы страстно желаете чего-то, и вы постоянно просите это у Аллаха, но так его и не получаете. Представьте, что ваш близкий человек заболел. Представьте, что вы в критическом положении. Представьте, что вы попали в беду. И вот вы постоянно и беспрерывно вызываете к Аллаху. Что произойдет? Любой, кто в подобной ситуации был, знает, что произойдет. Вы начнете задумываться о своей собственной жизни, о своих грехах, о том, насколько сильно вы отдалились от Аллаха, о том, как много у вас недостатков. Вы будете размышлять о себе, как бы никогда не размышляли, живи вы в благополучии и мире. Ирония в том, братья и сестры, что когда жизнь становится трудной, мы становимся более религиозными. Мы все это знаем. Лучший пример там у тюрьмы, где бывает больше всего наобращенных в ислам. Мы все это знаем. Когда наши физические тела сковываются в сцепи, наш разум освобождается. Это слова Марька Маикса. Он говорил, сковав в сцепи мое тело, они освободили мой разум. Они заперли его физически, но при этом освободили его разум. И когда его разум освободился, он нашел ислам. Мы все знаем, что во времена тягот и испытаний люди находят Аллаха. Они становятся более религиозными. И знаете что? Вот такое состояние близости к Аллаху, смирение перед Ним более ценно, чем все, что мы просим. Человек приобретает связь с Аллахом. Он начинает размышлять о своих делах. Что он сделал не так? Возможно, его грехи мешают получить ответ на дуа. Может, его запретный заработок мешает ему получить ответ на мольбу. Может, из-за того, что он не совершает дополнительные молитвы, не дает милостыню. Вот о чем он размышляет. И это приближает его к Аллаху. И еще одна интересная мысль. Люди, оказавшиеся в тяжелой ситуации, начинают молиться Аллаху с большей искренностью. Их дуа становятся такими личными, что они приобретают крепкую связь с Аллахом, которой они не имели раньше, до того, как их постигло бедствие. Ибн-Уль-Джаузи, известный ученый ислама, умер в 595 году по хиджи, говорит, когда истинный верующий просит Аллаха о чем-то, и на его дуа не приходит ответа сразу, он осознает, что сформировал, если можно так выразиться, дружбу с Аллахом, которой у него не было раньше. Он осознает, что уровень его веры, богобоязненности, близости к Аллаху достиг новых высот. Он осознает, его дуа – это личное общение между ним и Аллахом. И еще он осознает, что как только он получит ответ на свою мольбу, та искренность, которую он приобрел за это время, исчезнет. Поэтому глубоко в душе он желает откладывания ответа на его мольбу, чтобы продолжить личное общение с Аллахом, Свят Он и Велик. И те, кто испытали это, прекрасно понимают, о чем я говорю. Когда приходят беды и испытания, вы можете ощутить такую близость к Аллаху, которую вы раньше никогда не ощущали. Да, разумеется, праведный человек не желает себе бед и испытаний. Но когда в его жизни все-таки приходят испытания, он в некоторой степени радуется этим испытаниям, поскольку они предоставляют ему возможность стать еще ближе к Аллаху, Свят Он и Велик. Он приобретает смиренность, богобоязненность, искренность, начинает контролировать свое состояние. Он начинает так сильно наслаждаться всем этим, что говорит себе. Знаешь, то, о чем я просил Аллаха, на самом деле менее важно, чем те отношения, которые я приобрел с Аллахом, Свят Он и Велик. Итак, главная мысль в том, что мы никогда не должны сомневаться в мудрости и решении Аллаха. Да, просите, что пожелаете, в этом нет никаких проблем. Однако в этой мирской жизни вы не знаете, что является благом для вас. Да, что касается вечной жизни, то мы знаем, какое благо нас ждет там. Мы все хотим рая, мы желаем прощения от Аллаха, мы желаем спасения от адского огня. Мы все без исключения просим об этом. Но в этой жизни мы никогда не знаем точно, что является благом для нас, а что злом. Любое дело может быть благом или злом для нас. Да, нам дозволено просить то, чего мы хотим. Однако, если ответ на вашу мольбу откладывается, или он вообще не приходит, то осознайте, что Аллах Свят Он и Велик непременно дарует нам нечто лучшее, чем то, что мы просили. Либо Он избавит нас от бедствия, либо дарует нам награду в судный день. Поэтому просите Его. И в конце я скажу, что даже на мольбы пророка, мир ему и благословение, не всегда приходил ответ. Если бы жил человек, заслуживающий, чтобы все его мольбы были приняты, то это был бы посланник Аллаха, мир ему и благословение. В сборнике Абу-Дауда приводится хадис. «Я попросил Аллаха о трех вещах. Он даровал мне две и отказал в одной». Если и жил человек, чьи мольбы, безусловно, принимались бы, то это бы был наш пророк, мир ему и благословение. Но Он сам говорит нам, «Я попросил Аллаха о трех вещах, и Он даровал мне две из них». Вот первое, о чем Он просил, «О Аллах, не уничтожай мою общину посредством засухи». Вторая мольба была такой, «О Аллах, не уничтожай мою общину посредством внешнего врага». В других версиях говорится о наводнении. Первые две мольбы в чем-то схожи, поскольку в них пророк, мир ему и благословение, просит Аллаха защитить его уму от какого-либо внешнего бедствия. Были общины в прошлом, которые были полностью стерты с лица земли. И пророк, мир ему и благословение, просит Аллаха, чтобы его община не была уничтожена полностью какой-либо внешней силы, будь то наводнение или землетрясение. Даже если землетрясение происходит на какой-то исламской земле, исламская община в целом будет защищена от этого. Хвала Аллаху, наша община в целом не будет уничтожена каким-либо бедствием. Вот первые две мольбы пророка, мир ему и благословение, которые были приняты Аллахом. Затем он обратился с третьей просьбой. Клюнулся Аллахом больно говорить об этом, особенно в свете того, что происходит в нашей общине. Не буду вдаваться в подробности. Те, кто в курсе, понимают, о чем идет речь. Итак, третья мольба пророка была такой. Он говорит, «Я попросил Аллаха, чтобы моя община никогда не была охвачена между усобицей, чтобы мусульмане никогда не сражались друг с другом». Но Аллах отказал мне в этом. Аллах – наш Господь, наш Властелин. Мы не можем спрашивать, почему Он так решил. Аллах – обладатель всей мудрости. И по своей мудрости Он решил, что этого не будет нам даровано. И мы все сегодня видим реальность нашей общины на всех уровнях, начиная с наших семей и заканчивая международной ситуацией. Мы видим, в каком положении мусульманские страны сегодня, как они относятся друг к другу. Такова наша реальность. Итак, суть в том, братья и сестры, что даже сам Пророк, мир ему и благословение, не всегда получал ответы на свои дуа. Что тогда говорить о нас с вами? Итак, главное, взывайте к Аллаху, обращайтесь с многочисленными мольбами к Аллаху, соблюдайте этикеты мольбы, применяйте коранические мольбы и знайте, что Аллах свят и навелик ответит на ваши мольбы так, как считает нужным и как подобает его мудрости. Дорогие братья и сестры, Рамадан подходит к концу. И это наш последний урок из цикла о коранических мольбах. Большой честью и милостью находиться среди этой общины. Я молю Аллаха, Свят Он и Велик, чтобы Он принял от меня все, что я говорил и делал на протяжении этого времени, и чтобы Он простил мои недостатки. Я прошу Аллаха, чтобы так же, как Он собрал нас здесь, в этой мечети, Он собрал нас всех в раю, в высших садах Фердауса. Я молю Аллаха, чтобы мы всегда чувствовали любовь и милосердие к друг другу в этой общине. Клянусь Аллахом, это благословенная община. Мне было очень приятно находиться здесь на протяжении этого месяца. Я видел людей, прибывших со всех уголков мира. На днях один брат из Пакистана подошел ко мне и говорит, «Я приехал сюда специально, чтобы провести рамадан в общине Мемфиса». Сегодня один брат саудиец сказал, «Каждый год я возвращался домой в Саудию, чтобы проводить рамадан там». А в этом году мой друг посоветовал мне провести рамадан в Мемфисе. И я остался здесь. То есть, он решил не ехать к себе на родину, а остаться здесь, в Мемфисе. И он говорит, что давно не ощущал такого подъема веры, как в этом году. Другой брат из Южной Африки сказал, что единственная причина, почему он приехал сюда, это по настоянию жены, которая сказала, что он просто обязан провести рамадан в общине Мемфиса. Она даже втайне купила ему билеты, использовав его кредитную карточку. И вот, маше Аллах, он здесь вместе со своей семьей. Все эти дни он присутствовал на уроках. Субханаллах, мне очень приятно. Более того, мой отец, приехав сюда, сказал, «Я приехал не к тебе, а к общине Мемфиса». Поэтому мусульманская община Мемфиса это по-настоящему благословенная община. Я молю Аллаха, Свят Он и Велик, чтобы Он позволил вам и нам сохранить такой высокий уровень, чтобы и в последующие годы мы сохраняли такой же уровень братства, любви, заботы друг к другу. И это поистине образцовая община. Я завершаю свою работу здесь с большой печалью. Но я уверен, инша Аллах, что те, кто придут после, продолжат эту работу и сделают эту общину еще более благословенной. Чазакуму Аллаху хайран. Ассаламу алейкум у рахмату Аллахи в баракам. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Подписывайтесь на наш канал.